Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь погружаемся в тему третьей главы книги Иова, и мы ее уже практически заканчиваем. И поэтому все тезисы, восклицания пока Иова, пока еще друзья не подключились, это сам Иов молится или говорит, или, по крайней мере, задает вопросы в духовный мир, что это, почему я здесь оказался. И, безусловно, его анализ точно был глубоким, потому что тогда, когда человек страдает, тогда, когда он практически отделен от общества и находятся многие часы наедине с самим собой, то такие люди, они точно имеют время для того, чтобы проанализировать, для того, чтобы просмотреть с Богом свои обстоятельства, ситуации и задать Богу вопрос, Господь, а как я здесь оказался? Почему я здесь? И что ты хочешь этим сказать? Я слышала свидетельство одного человека, который сказал, как Бог с ним поговорил в момент, когда он лежал на одре болезни. Он задавал Богу вопросы, Господи, как я здесь оказался? И Господь говорит, я хочу тебя за это время научить чему-то очень важному. Не потому, что Бог его положил на это место, а потому, что его образ жизни был настолько заполнен делами, что его организм не выдержал этого темпа и давления. И поэтому произошли некоторые сбои, и он оказался сейчас на постели, и причем не на один день. И тогда сказал Господь, я буду использовать это время. Вы знаете, он умеет из ничтожного извлекать драгоценное. Я за это время научу тебя своей любви. Я хочу, чтобы ты вместе со мной проводил сейчас эти дни, эти часы, чтобы ты погружался в меня, а я буду брать тебя туда, где я нахожусь, и показывать свое сердце, свое отношение к тебе, чтобы сиротство навсегда ушло из тебя, чтобы ты был в числе тех, кто уверен в любви отца. И то, что он переживал за эти дни, за эти часы, он потом рассказывает, что я оттуда вышел не просто здоров телом из этой ситуации, а моя душа уже преобразилась, и мой дух был настолько уверенным в Боге, потому что я переживал его любовь, я переживал его уникальные моменты контакта со мной, которыми я никогда раньше не мог воспользоваться. Поэтому, друзья, так хочется, чтобы мы могли быть в числе тех людей, которые дают право Богу заполнять нас своей любовью не только тогда, когда мы заболели. И в этом смысле познавать его истину, которая делает нас свободными. И то, что мы сейчас просматриваем анализ Иова, который высказывает вслух, мы могли бы этого не узнать, если бы он это оставил просто внутри себя, как размышления. Но он оставил это на страницах каких-то, может быть, папирусов, может быть, еще свитков, да, потому что тогда не было книг. Но в любом случае до нас дошли эти строки, потому что Богу это было важно. Все, что было важно небесам, оно до нас дошло. Итак, с 23 стиха 3 главы. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?» Интересное выражение, потому что если уж окружил мраком, то ты не выйдешь, тогда вроде бы и свет не нужен. Но с другой стороны, свет для того, чтобы ты понимал, у тебя есть на данный момент, вот там, где ты есть и там, где ты находишься, достаточно света, чтобы увидеть эту ситуацию. Не то, что насквозь тьму ты можешь просветить этим небольшим светом, а сейчас как минимум узнать, что ты проходишь прямо сейчас. Если мы посмотрим уже не синодальный, а смысловой перевод, зачем открывается истина человеку, душа которого пребывает во тьме и окружена мраком? На этот вопрос Иисус отвечает уже в Новом Завете. Здесь мы читаем вопрос в Ветхом Завете. Зачем истина открывается тому, кто находится во мраке? Ведь свет — это и есть истина. Христос о себе говорит «я свет миру», потом сказал «вы свет мира». То есть носители истины, если вы со мной соединены. И здесь есть важный вопрос. Истина, она делает человека свободным, если ее познают. Поэтому тогда, когда человек оказывается вроде бы в окружении мрака, но свет внутри есть, то этот свет позволит, как свет истины, разобраться, где я нахожусь и почему. Помните Асафа, который написал Псалом 72, что он позавидовал нечестивым, видя благоденствие их. То есть он, вероятно, проходил какие-то сам трудности, а те люди, которые были вокруг него и совершенно не заботились о благочестивом образе жизни, они жили совершенно свободно или легко по сравнению с тем, что переживал Асаф. Но тогда, когда он воззвал к Богу, тогда, когда он вошел в освятилище, тогда, когда он увидел их конец, вот тогда он получил прозрение и сказал «я как пес был пред тобой». То есть на самом деле я позавидовал нечестивым. То есть в виде их благоденствия. Но теперь, когда я увидел, что их конец, тогда я благодарю тебя, Бога Вечного. Тогда я понимаю, что я прохожу и почему. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы никогда себя не сравнивали ни с кем из этого мира. Потому что у Бога у нас такой уникальный план, что он хочет совершить свои шедевры в каждой судьбе. И вот истина на данный момент времени, кто я, почему я здесь нахожусь, она меня сделает сильнее тех обстоятельств, в которых мы оказались в силу того, что над нами идет работа. И она, работа эта глубокая. Работа эта качественная. Стенания и страдания стали для меня как бы пищей, удовлетворяющей меня, и стоны изливаются из моей души бесконечно, подобно воде из источника. Тоже важный момент, друзья, в том, что стоны, которые есть в нашей душе и рождаются от непонимания, их не надо оставлять в душе. Им надо давать выход. Иначе они внутри аккумулируются. И потом носитель вот этой боли, как очаг, остается внутри и дает свои сигналы. И люди, которые так и не дали выйти боли из своего сердца, в силу потери, в силу непонимания, в силу предательства, в силу, может быть, еще каких-то обстоятельств, но не дали этой боли выйти изнутри, а накопиться, то это стало разрывать душу внутри, это стало разрывать организм снаружи, потому что это то, что не должно оставаться внутри нас. Это дискомфорт, который распространяет свое влияние на все системы органов. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы понимали, что Бог, который о нас заботится настолько масштабно и качественно, Он желает, чтобы мы не были прежними. Он желает, чтобы мы всегда жили в истине, со светом, чтобы даже тогда, когда мрак вокруг нас, чтобы нас это не заставило отказаться от имеющегося света на данном этапе жизни. Может быть, он недостаточен, чтобы просветить всю тьму, но он достаточен, чтобы ты понимал, что данный момент твоей жизни очень важен. И поэтому мы живем ныне. И Господь имеет такое имя, как Сущий. А Сущий — это тот, который нужен нам прямо сейчас. И поэтому в данный момент времени света достаточно, чтобы тебе прожить этот этап. Я желаю, чтобы мы с вами, глядя на Иова, у которого эти вопросы возникают, и тут он как раз и говорит, «Стянания и страдания стали для меня как бы пищей, удовлетворяющей меня, и стоны изливаются из моей души бесконечно, подобно воде из источника». Поэтому если ты проходишь сейчас процесс очищения, если ты проходишь путь прощения, когда тебе надо прощать людей и называть конкретные вещи своими именами, говоря тебе прощаю, прощаю, допустим, предательство, прощаю, может быть, невыплаченные какие-то деньги, прощаю то, что мне очень важно и дорого было, но... И вот тогда, когда мы прощаем, когда мы называем вещи своими именами, что-то начинает происходить в духовном мире. И в этом прощение начинает вливаться Божья сила и Божья энергия. И вы знаете, когда мы просто окружаем людей безысходностью своим непрощением, то им не стать другими тогда. Они остаются вот в этой зоне плена, и они не могут измениться, потому что они сейчас под давлением слова «власти». Так как они должники тебе, ну, по ряду причин, я сейчас не говорю только о финансах, должники по, допустим, репутации, еще по каким-то состояниям, то у тебя над ними власть появляется. И когда нет прощения, то этой властью они продолжают находиться под тюремными запорами. Но тогда, когда наступает момент прощения, тогда, когда ты отпускаешь его из сердца, тогда, когда эмоционально ты высвобождаешь любую боль, накопившуюся за эти дни, а может быть и даже уже месяцы, то тогда разряжается эта аккумуляторная батарея. Тогда боль человека покидает. Изнутри она больше не может там остаться, держаться ни за что. разрядка произошла. Вот что, друзья, для нас важно иметь, потому что истина, как свет, она во тьме светит. Свет во тьме светит, и тьма объять его не может. И завершается эта глава. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Вот это синодальный перевод. «Ужасное, чего я боялся, то меня постигло». То есть идет речь о страхах, которые притягивают проблемы, друзья. Мы еще коснемся с вами вопросов страха. Но сейчас я просто хочу предложить вам, поразмышлять, а есть ли в моей жизни страхи. Потому что если есть, они притянут проблему. Они ее притянут и притянут масштабно. Но тогда, когда мы с вами находимся еще в зоне анализа, когда мы можем обнаружить, а есть ли те зоны и те сферы, где есть страхи в моей судьбе, то я хочу на них наступить сегодня властью, данной мне от Господа. И я это хочу сделать, потому что могущество моего отца, я могу освободиться от ожидания страхов. Посмотрите, что для последнего времени сказано, что люди будут в ожидании страхов истаивать. Они будут жить под давлением этих страхов. Но вот что говорит теперь перевод смысловой. «Потому что то, что пугало меня до ужаса и оцепенения, пришло в мою жизнь и стало очевидным. И то, чего я боялся, больше всего совершилось в моей жизни. Нет целостности во мне и покоя, нет радости от жизни, сплошные несчастья». Вот, друзья, итог страхов. Нет радости и сплошные несчастья. Поэтому мы с вами выбираем, в какой зоне мы окажемся. Мы с вами выбираем, как мы будем побеждать любого врага, который встает на пути. Мы выбираем, будем ли мы разбираться со страхами. Мы выбираем, дать ли им притянуть в нашу жизнь опасные зоны. Конечно, у нас могут появляться разные мысли, друзья. И мы не марионетки. У нас внутри есть то поле магнитное, если так можно его сказать, которое притягивает то, о чем мы думаем. То, что мы внутри себя производим, слышим, говорим. Ведь мы же и мыслим образами и словами. И поэтому внутри нас уже появляется этот процесс мыслительный. И поэтому нам так важно, друзья, жить под покровом того Бога, который говорит, не живи в страхе, не притягивай ужаса в твою жизнь через то, что ты чего-то боишься. А тогда, когда ты живешь в доверии Богу, и когда каждый из нас может это делать, то мы можем видеть совершенно другой плод и истина, которая делает нас свободными, даже если мы прошли ради истины, через какие-то трудности, через какое-то непонимание, через какое-то даже отвержение, то нам сейчас есть выход из страхов. Нам есть выход в полную победу и в полный результат. Поэтому я желаю, чтобы никто из нас не оставался в прежнем состоянии боли, печали, огорчения душой, эмоциональной сферы, которая перекрыта сегодня какими-то предложениями врага. Поэтому, когда мы с вами заканчиваем сегодня эту главу, третью главу Иова, то я желаю, чтобы мы могли прочитать ее или прослушать уже полностью, целиком, как звучит синодальный текст, как звучит смысловой перевод, и для себя найти вот эти точки опоры, что нам важно понимать, истина будет атаковываться, истина опасна для врага, потому что она светит. А там, где есть свет, там приходит понимание, что делать дальше, какой делать следующий шаг. Страх и ужас — это противоположное состояние, потому что там тогда нет света, нет понимания, а тьма усиливается, и тогда человеку легче никуда не двигаться, и так стоять. И поэтому наша задача все-таки не стоять на месте, двигаться при свете, хотя бы даже на один шаг. Свет есть, двигайся, значит, и следующий шаг будет высвечен, потому что свет пойдет с тобой. И наша молитва об этом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что мы сегодня можем осознанно отказаться от лжи, от страхов, и принять от Тебя позицию, которая называется свобода. Свобода через познание истины. И я благодарю Тебя, что мы сегодня познаем. Мы познаем не со стороны, мы познаем внутри себя. Какой мой Бог внутри меня? Какой мой Бог со мной, когда я прохожу трудные моменты? Какой мой Бог, когда я оказываюсь там, где я сейчас нахожусь? Либо где завтра я могу оказаться? Как мне выйти из этой зоны? Господи, помоги, протяни руку, дай истине Твоей просветить тьму мою. Я благодарю Тебя, что тогда, когда Иов не удерживал у себя эту боль, а выливал как воду из себя эту горечь, то пусть никто не останется с горечью, а будет выливать эмоциональное состояние, и все, что в памяти сохранилось, и все, что есть сегодня на уровне решений, которые надо принимать. Благодарю Тебя, Дух Святой, за Твои ответы, за Твои результаты, за Твои возможности. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»